Друзья, я приветствую вас на канале Сложным просто. Меня зовут Сергей. Сегодня хочу показать очень простой битпакет, который наведет порядок в ваших программ.cs файлах. Ну, я на самом деле достаточно часто его пользую и удобство. Давайте по порядку все. Для начала прошу подписаться на канал, поставить лайки, колокольчики и все такое. Ну, а теперь давайте переключаться и я просто прямо покажу, как это работает и возможно даже примеры в других приложениях. Ну, в общем, переключаемся. Давайте для начала создадим какое-нибудь простое приложение, которое обычно создаете, когда начинаете новый проект. И на самом деле тут нас интересует только одно место, ну, например, которое можно назвать рутом, так называемым composition rule, где формируется приложение, подключаются сборки, настраиваются и все такое. Сейчас этот файл выглядит нормально на самом деле. Здесь ничего лишнего нет. И как только вы начинаете что-то подключать, осталось какие-то пакеты, он разрастается, начинает быть громоздким, непонятным. Более того, любое изменение в этом файле, оно влечет за собой. Ну, помимо того, что меняется сам файл, еще иногда очень трудно разобрать, что поменялось, какой момент времени, что на что поменялось. В общем, смотрите, я предлагаю другой вариант. мне на самом деле очень нравится, и я надеюсь, что вам понравится он тоже. Что я хочу сделать? Сначала я хочу установить нукит-пакет, который называется application definition, давайте я его назову up, давайте по-русски не будем писать, вот, up definition, вот, и это все, что, собственно говоря, мне нужно что-то сделать, и теперь мне нужно вот эти definition, собственно, их создать и подключить. Ну, первым делом его, конечно, нужно подключить, и я это сделаю таким вот образом, я напишу builder services add definitions, и, в общем-то, мне всегда нужно отдать этот самый builder, это первое, что нужно сделать, и второе, когда у меня up вот создается, вот этот вот, мне нужно к этому уже, ну, зря скопировал, up написать use definitions, и это, собственно, грек подключит все мои definition, которые я буду создавать. Итак, я подключил эти definition, и теперь мне их нужно создать. Я это делаю обычно вот таким простым образом, пишу definitions, ну, вот такую папку создаю, и в этой папке, ну, давайте, смотрите, вот это вот можно отправить туда, то есть я делаю вот так вот. Создать, ну, давайте вот так, shift in2, и какой-нибудь common definition c-sharp. И теперь, собственно, мне здесь больше ничего делать не нужно, кроме написать up definitions, и, собственно, говоря, это позволит мне как раз вот эти вот штуки перенести в этот definition. Сейчас покажу, как это делается. Итак, я забираю все, что нужно для сервисов, и здесь делаю override, и конфигурую services, и вставляю такую штуку, как вы видите, и тут, на самом деле, все очень просто. Теперь забираю вот эту вот штуку, и говорю, что у меня есть еще второй override, и, соответственно, для конфигурации самого приложения. Казалось бы, какого интереса вообще все это нужно? Ну, смотрите, во-первых, у меня файл превратился, на самом деле, простой, читаемый объект, который, в принципе, теоретически я больше никогда не изменю, хотя бывают моменты, но и здесь приходится добавлять там, так, включение, например, CVLock, он там более высокого уровня, чем application. Ну, а суть сводится к тому, что вот это вот сейчас то, что у меня есть, я могу очень гибко расширять. Ну, например, допустим, у меня есть какой-нибудь dependency, здесь называется container definition. Зачем это делать? Это очень просто, когда вам нужно какую-то зависимость добавить, вы нажимаете поиск, пишете dependency container, или вы пишете definitions, и вот они все definition. Это, на самом деле, очень удобно. И здесь, опять же, нужно что сделать? Ну, на самом деле, я делаю так, up, definitions, и здесь говорю, что override. Мне здесь нужны только сервисы, и здесь могу написать builder, services, там, add, transient. В общем, польза от того, как это будет разделено, на самом деле, очень простая. У вас будет в каждом файле находиться именно тот definition, который подключает какую-то конкретную ключу. И, соответственно, в этом файле вы можете подключить или там зависимости, или зависимости, как у меня вот dependency container может быть отдельным. Я подготовил некоторое количество картинок. Давайте покажу. Смотрите, вот, допустим, мой блок, и у меня вот такого типа definition есть, где я подключаю blazer, cleanup какие-то сервисы, тот самый common definition, course отдельно подключаю, seed, data protection, здесь еще antifodgery, и email sender, вот тот самый dependency container, вот hub definition, еще здесь есть, ну, вы, на самом деле, все прекрасно видите. Более того, у меня, допустим, вот есть unit to work, и он, на самом деле, небольшой, и единственное, что он делает, ну, я могу вот так вот показать. Единственное, что он делает, он подключает unit to work, и, собственно говоря, ничего. Но суть сводится к тому, что если вдруг где-то потребуется еще раз использовать этот definition, я беру просто этот файл копирую, перекидываю, и мне больше делать, ничего не нужно. Но сама автоматом подключится и заработает. Это, на самом деле, удобно еще и с той стороны, что вы можете контролировать, что у вас подключено. Ну, например, вот db-context. Я точно знаю, что у меня в этом приложении используется db-context, я точно могу посмотреть, что это, допустим, в данном варианте тот самый SQL-сервер. Ну, и, допустим, есть более сложные definition, которые, например, подключают, ну, где-то здесь есть identity, вот, identity definition, он посложнее. И я точно знаю, что если я здесь буду ковыряться, кстати, я могу вот в данном варианте, как пример, покажу, что можно использовать отдельные какие-то классы внутри этого definition, потому что это больше нигде не используется, кроме как здесь. Поэтому это definition вот такого вот размера. И здесь, в общем, как бы, на самом деле, мне кажется, все понятно, в том смысле, что сам принцип этого definition на самом деле простой. Вы вот этот startup-файл, ну, или program.cs-файл разделяете на куски, которые вам удобны. Например, есть еще microservice template. Это один из open-source проекта, в котором есть на GitHub. Здесь definition вот такие, например. То есть здесь подключается formentvalidation, тоже давайте покажу, как это выглядит. На самом деле тоже все очень просто. В том смысле, что у нас есть сервисы, мы подключили. Ну, и здесь, опять же, можно, например, использовать у Builder есть configuration доступ, можно использовать части конфигурации, можно использовать там, не знаю, environment. В общем, это как бы, ну, давайте сейчас покажу, о чем говорю. Например, мне нужен configuration, тот самый aconfig, который вы можете использовать там в конкретном definition определить какой-то там конфигурации при помощи чтения конфигурации, в том числе и из конфигурационного файла. О, как у Хрин сказал. Вот. Здесь также есть, если прям совсем нужно, как он называется, environment, то есть вы тогда можете сказать, обратиться к папке. Ну, то есть, в общем, здесь все есть. Ну, и более того, вы можете конфигурировать свой definition на основании того, какой у вас сейчас environment работает. Ну, и еще есть другие definition, например, если говорить про definition, да, то в данном моменте это просто определяет, какие функции, собственно, игра несутся, то есть включаются в приложение. Более того, есть возможность, ну, вот, например, опять же, в этом Microsoft template, для примера есть endpoints, которые уже являются маппингами. Ну, например, вот есть event typing endpoint, и здесь уже, опять же, при помощи, давайте вот так вот покажу, опять же, при помощи вот этих вот definition, вот таких вот, вот так вот покажу, уже создаются endpoints, то есть конфигура application, тот самый minimal API, и здесь я маплю какие-то, собственно говоря, роуты, и каждый роут маппится к определенному методу, ну, и, естественно, здесь используется медиатор, и это на самом деле тоже очень удобно, то есть весь, весь файл выглядит вот таким образом, это все endpoints для event item. Ну, как пример могу еще показать, допустим, что у нас тут есть, endpoints, ну, например, profile, да, то есть я вот здесь вот вижу, что у меня есть profile definition, ну, и если вот так вот показывать, то тоже видно, что здесь у нас есть API definition, в котором заданы два, там, роута, в смысле два маппинга, ну, то есть роута, и вот они, собственно говоря, как используются. На мой взгляд, это выглядит очень просто и очень понятно, особенно с концепцией minimal API, то есть медиатор дернул какой-то, ну, а вся математика, вся логика лежит уже непосредственно в этом файле, где уже все, что нужно для этого файла существует, то есть все, что нужно для этого вызовывать, то есть так называемая, как она, vertical slice architecture, когда все централизованное вокруг одной фичи, очень мне кажется полезной и удобной. И еще, наверное, немножко слов про, ну, давайте я этот удалю, чтобы он не мешался, вот смотрите, раз, и я фичу удалил, это тоже на самом деле очень удобно, но я хочу другую штуку показать, вот у меня уже есть какой-то комнат definition, на самом деле здесь еще некоторое количество полезных фишечек есть, но в частности есть такое понятие, как enable-disable, то есть если фича стоит у вас disable, в смысле enable-false, то она просто при старте не загрузится. И напоминаю, что может, это может быть включаться через конфигурацию, например, вы можете включить свагер или не включить свагер, в зависимости от того, ну, понятно, что для этого нужно свагер, который вот здесь вот так вот включается, вынести в отдельную фичу, и там enable-disable, который можно брать из конфига. Суть сводится к тому, что вы можете там на продакшене отключить отображение слагера, или там еще какие-то, может быть, хитрые настройки, ну, например, для пользователя, который, ну, не знаю, придумайте сами. В общем, эта фишка отключает этот самый definition, и он не попадает в список подключенных, это мне кажется тоже интересно. Ну, и помимо этого есть еще один номерайт, который Order Index, но и здесь, собственно, все фичи перед тем, как подключить в систему, они сортируются, потому что, на самом деле, есть фичи, которые очень важны, их последовательность, во всяком случае. То есть, например, вот эта штука, когда авторизация подключается, здесь нужно аутентификацию обычно подключать, и когда настраиваются роботы, то есть они должны в определенной последовательности просто не забывайте, да, что эта штука должна быть вот так вот, и вот так вот, use routing, вот так вот подключается, то есть вот эти три должны быть в определенной последовательности, я их обычно никогда не разделяю, но вот эту вот фишку с override для индекса и meta, вот можно сделать для таких случаев, когда вам важен какой-то индекс, то есть можно это вынести в один definition, это в другой definition, это в третий, и последовательность из них заказать там 0, 1, 2, 3, не будут последовательно загружаться, в общем, это важно, потому что если вы отключите, ну ладно, не буду вдаваться в подробности, вот такая вот штука на самом деле полезная, вот, наверное, что я хотел рассказать, ну и еще, еще, наверное, вот такую штуку покажу, думаю, что мне тоже будет полезно, это, смотрите, я могу включить, допустим, дебаг режим, собственно говоря, это мне поможет, покажет информация о том, какие были фишки включены, ну, в частности, вот здесь вот видно, что у меня найдена одна, включена 0, а почему? и зарегистрирована 0, потому что, а, ну, я отключил это, собственно говоря, поэтому она найдена, она не включена, так, давайте я остановлю, и еще раз, ну, давайте я тоже это уберу, и еще раз покажу, что она вот включена, то есть одна найдена, одна подключена, ну и соответственно, вы можете таким образом тоже кое-как, ну, в смысле не кое-как, а таким образом тоже можете контролировать, какие фишки у вас были включены или выключены, напоминаю, что это в режиме дебага происходит, теоретически здесь можно оставить и information, и тогда, собственно говоря, не будет показана информация о том, что было подключено, как вы здесь видите, ну и еще есть такая вот возможность, ну, давайте вот так вот покажу, у меня здесь название моей сборки, вот ее можно таким вот образом скопировать и сказать, что вы хотите видеть только для этой сборки дебаг, а все остальное не будет показываться, ну, то есть, да что ж ты прячешься, падла, то вот сейчас, как видите, все обратно показалось, ну, или если включить information именно для этой сборки, таким образом можно фильтровать output для логирования, ну, так, соответственно, здесь уже тоже ничего не видно, ну, вот такая вот как бы библиотека, на самом деле, я надеюсь, что вам будет полезно, вот, так, ну что, на этом я, наверное, с вами попрощаюсь, напоминаю, пишите комментарии по поводу того, насколько эта сборка была бы вам полезной или, может быть, нет, и вам всего хорошего и пишите правильный код. Музыка 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 Музыка